Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся с вами в контексте Страстной Седмицы. Сегодня вторник Страстной Седмицы, мы приближаемся в том числе к Тайной Вечери, к Великому Четвергу, к событиям Великой Пятницы, ну и далее Великая Суббота и Пасха. И в прошлую нашу передачу мы начали говорить о крестном страдании, о смерти Христа и поговорили о мотивах самого Господа Бога, зачем Богу это надо. Сегодня мы вновь в нашей студии встретились с отцом Деонисием Кузнецовым для того, чтобы продолжить наш разговор уже с точки зрения мотивов людей, которые его распинают. С одной стороны, чтение это... Здравствуйте, батюшка, я не поздоровался. Здравствуйте. С одной стороны, мотивы здесь очень как будто бы прозрачны и понятны. Мы вроде бы об этом слушаем из раза в раз, мы проходим эту Страстную Седмицу не в первый раз. Однако в Евангелии есть определенные моменты, которые заставляют задать какие-то новые вопросы. Вот в первую очередь, давайте скажем, что участников распятия, именно распятия, самой казни трое. Три персонажа таких евангельских. Первый персонаж это, собственно, первосвященники, которые созывают суд. Второй участник казни это Пилат, который выносит, собственно говоря, смертный приговор, то есть римская власть. И третий персонаж это народ, без которого тоже не случилось бы ничего. И мы знаем из Евангелия, что первосвященники, зная эту силу электората, силу народных масс, подговаривают. То есть происходит некое совещание. Для небольшого такого погружения немножечко напомним об иудейском праве, об иудейском судопроизводстве, которое, в отличие от римского судопроизводства, было очень гуманным. То есть суд и право, юридическое право в иудее, среди народа израильского, было нацелено больше на то, чтобы спасти человека. Если мы почитаем Мишну, это одна из составляющих Талмуда, мы увидим, что, и там подробно рассказывается о том, как творить суд, мы увидим главный принцип иудейского судопроизводства, что лучше отпустить 10 виновных, чем казнить одного невиновного. И для этого сделано все. То есть суд не должен происходить ночью, суд не происходит на праздник, суд не начинает, собственно, Синедрион не начинает власть, но начинает его те свидетели, которые это преступление видели. Свидетелей должно быть не меньше двух, они должны максимально быть точны в своих показаниях, как во главном, так и второстепенном. Суд это должен происходить при Синедрионе, то есть малый Синедрион и старший, великий Синедрион, при 70 старейшинах. Должен быть разбор максимально подробный, максимально точный. Если человек определен к смерти, то еще дается некий день на то, чтобы была возможность передумать. То есть приговор не производится сразу же после его произнесения. И мы видим, как судопроизводство евреев абсолютно до мельчайших подробностей нарушается, когда суд происходит над Христом. Арест идет ночью, суд начинается с Синедрионом, они свидетелями, ищутся лже-свидетели. Они постоянно не совпадают в показаниях, поэтому каждый раз пересматриваются и зовутся все новые и новые. Если мы с вами посмотрим, да, вот чисто так вот логически и трезво, то Христос, над Христом произнесен суд вообще в кратчайшие сроки. Он буквально там, ну со скольки, там с 8 часов вечера, с 9 часов вечера до 9 часов утра, то есть за 12 часов, три дознания. Вот, дознания в доме Каиафы, дознания при Синедрионе, дознания при Пилате. И тут же выносится, ну там уже где-то часов в 9-10 утра смертный приговор. Вот хочется разобраться с мотивами. С мотивами, ну давайте, наверное, с Пилата, потому что с ним как-то, наверное, более все просто. Зачем Пилату смерть Христа? Вот почему он, собственно... Во-первых, Евангелие нам говорит, что Пилат Христа не хочет распинать. Угу. Вот, и тем не менее вынужден. То есть, да, в Евангелии обозначен мотив, что ему угрожают, угрожают доносом в Рим, потому что сами первосвященники в одном обвиняют Христа по-своему, но они этот мотив не озвучивают подробно Пилату. Они говорят, что он покушается на верховную власть Рима над Израилем, что он пытается, значит, вот себя выдать за царя израильского. То есть они апеллируют к той системе, которую контролирует римская власть здесь, на израильской земле. Они надеются, что Пилат сразу, как охранитель власти Рима над Израилем, сразу повелит этого бунтовщика, конечно же, казнить. А Пилат, как римлянин, оставляет за собой право на насилие, право на совершение приговора и вынесение этого приговора. Поэтому он проводит свое дознание и убеждается, что сам он лично Христа казнить не хочет. А кем Пилат увидел Христа, как, может быть, вам кажется? Насколько мы можем сделать вывод из Евангелия, что Христос для него чудак, который явно не покушается на государственную историю. Потому что он говорит прямо Пилату, царство мое не от мира сего. Потому что если от мира было бы, то тогда бы были те, кто за меня бы заступались и не дали бы тебе меня в руки. И поэтому Пилат убеждается, что, в общем-то, он не опасен для государственной власти, хочет его отпустить. Но почему он все-таки его распинает? Потому что равнодушен. Он равнодушен и к судьбе Христа, и к тому, что он говорит. Самое важное, что говорит Христос Пилату, для Пилата самого важное, это когда Христос сказал ему, что я пришел возвестить истину. Я для этого и пришел. И Пилат, как римлянин, фыркает. Потому что для римлян истину найти объективно невозможно. Вся философская школа Древней Греции, Древнего Рима к тому времени приводит к тому, что объективно истины не существуют. Истина всегда субъективна, а значит, она для каждого человека своя, для каждой философской школы своя. Это действительно философские школы Древнего Рима по-своему воспринимали и смысл человеческого существования, и методы, способы это существование, скажем так, прожить так, чтобы это было достойным. Это очень важный от Древней Греции его наследованный мотив. Так, чтобы жизнь была достойной. Достойной либо в памяти потомков, либо в твоих собственных глазах, так или иначе. Вот поэтому истина объективно не существует. Он фыркает, когда Христос говорит, я пришел возвестить истину. Что есть истина? Разве это возможно, ее проповедовать? И поэтому главный мотив в его поступке — равнодушие. Он пытается быть беспристрастным. У него не получилось. Ну и что ж? Ну что, я умываю руки. Все. Это вот позиция Пилата и римской власти вообще — равнодушие. Равнодушие к судьбе. Причем мне еще даже кажется, что там есть определенная усмешка. То есть он ведь издевается над народом, издевается над теми же самыми первосвященниками. Я где-то читал, что вообще Пасха, вот в то время Пасха, как праздник, это было время, когда ну просто шаровая молния ходила по Иерусалиму. Потому что для евреев, для иудеев Пасха — это праздник свободы, высвобождения от гнета египетского рабства. Они вспоминают о своей свободе, дарованной Господом Богом. И очень странно, и вернее, ну, понятное дело, с духовной точки зрения напряженно, когда ты сидишь в своем доме, совершаешь пасхальный седр, пасхальную трапезу. Все воспоминание идет о том, как тебе дали свободу. Ты выходишь из собственного дома, тут ходят римские легионеры, и ты понимаешь, что ты не свободен. И поэтому настроения очень такие были напряженные. И в этот момент Пилат выходит и говорит, царя ли вашего распну? То есть вновь глумится, вновь унижает. И, собственно говоря, когда он бичует Христа, и выводит его в багренице, в терном венце, как царя выводит. Это такая усмешка. Вот посмотрите, это всего лишь человек, сеть человек. Можно сказать так, хотя мотивы Пилата мы, конечно, можем только догадываться. И здесь, может быть, и с его стороны усмешка, а может быть попытка, допустим, как, например, некоторые наши писатели и богословы христианские, пытаются пожалеть Пилата. Как раз говорят о том, что он пытался спасти, когда ставил, например, Христа. Его привели как царя. Вот смотри, царя ли вашего распнул? Он пытается за это ухватиться. То есть здесь, может быть, да, действительно усмешка его. Потому что Рим, он последовательно проводит в жизнь идею, что власть Рима навечна, она навсегда. И никакой местный царь не может претендовать на единоличную власть. Он всегда вассал Рима. И ровно до тех пор, пока Рим ему это позволяет. Ну, Иосиф Лави, это нам очень живой портрет Пилата рисует. Это циничный, это властолюбивый, это выслуживающийся префект, по сути, губернатор, да, вот в это время. А иначе быть не могло, потому что человек мягкосердечный не может... Немножко не совпадает, я к тому, что немножко не совпадают два образа, да, Пилат, например, тот же самый Булгаковский Пилат из «Мастера и Маргариты» и тот исторический Пилат, который есть. Поэтому там... То есть, почему самое важное, почему для Булгакова и тем, кому его книга важна и драгоценна, почему вот такая трактовка для них? Потому что они видят в себе. То есть не случайно Булгаков не считал себя идеальным человеком, конечно, совершенным. Он видел свои ошибки, видел свои грехи. И он, как многие люди, пытался их оправдать неизбежностью обстоятельств, которые свалились. И вот он изображает, да, Пилата как человека, желающего поступать по-доброму, но не могущего это сделать. Вот. И поэтому такая трактовка, она, конечно же, очень, может быть, человечна. Но в то же время, если посмотреть на личный разговор Христа и Пилата, да, это равнодушие. Равнодушие именно. Поэтому мотив Пилата неискренен он в своем снисхождении. И он действительно равнодушен к судьбе Христа. Дальше хотелось бы перейти к первосвященникам, потому что, ну, мы, к сожалению, ограничены во времени. Разговор крайне интересный. Хочется об этом говорить больше, дольше, но нет возможности, а обсудить хочется многое. Первосвященники традиционно, да, считается, что это те люди... И, собственно, ведь тоже очень важно для наших телезрителей пояснить, что первосвященники и фарисеи — это разные вещи. И, собственно, фарисеи, они Христа гнобят и стремятся побить камнями, начиная практически сразу с его проповеди. Вот, когда они видят, что Христос нарушает субботу, когда он не постится, когда то или иное делает, нарушающие закон. Потому что фарисеи, по сути, это партия ревнителей благочестия. Они блюли закон, блюли букву. А первосвященники — это, собственно, те, кто возглавляли Иерусалимский храм. И, собственно, ответственность на казни Христа именно на первосвященниках. Потому что фарисеи, как таковы, они исчезают вот где-то вот с арены, начиная с момента изгнания торгующих из храма. Там уже главным персонажем являются первосвященники. Так вот, традиционно считается, что первосвященники — это люди, которые испугались за собственную власть. И, в общем-то, испугавшись утраты собственной власти, они приговаривают Христа к распятию. Но тогда вот встает вопрос, вот какой интересный. Вот Пилат, значит, бичует Христа. Народ уже кричит «не его, но вораву нам отдай», скандирует. Вот, в общем-то, большего унижения для, ну так, мнимого царя, да? Ведь первосвященники боялись, что он возьмет власть, объявит себя царем и лишит власти, соответственно, их. Нельзя себе представить большего унижения. Все, то есть он абсолютно девальвирован, как царь. За ним уже точно никто не пойдет. Народные массы успокоились. Почему, когда Пилат выводит Христа, оплеванного, бичованного, избитого, униженного, ведь сколько, например, было бы репутационных бонусов для первосвященников, если бы они сказали, ну все, хорошо, мы достигли чего хотели, можно его отпустить. Но они, видя его, скандируют и кричат «распни, распни его». — Здесь есть два момента. Первое, что человек какие-то поступки совершает в связи с своими представлениями в жизни, что хорошо, что плохо, и это как бы главная линия. И в то же время есть у человека поступки, которые он совершает во власти момента. Вот сейчас что-то он вспыхнул, например, от гнева или от страха съежился. То есть такое бывает. Поэтому здесь важный момент то, что Христос изначально действительно не оправдывал ожидания первосвященников. Они учили вместе с фарисеями, учили о том, как надо. Приходит Христос и говорит то, как они учили, неправильно. И здесь действительно власть. Власть не реальная, а власть над умами людей. И это действительно священническая трагедия. Когда приходит Бог и говорит, ты завел народ не туда. Ты учил не тому. И человек отказывается это принимать. Он не хочет принимать такое от Бога. Но в сущности не хочет принимать даже власти Бога. Такой Бог не нужен. Священником вообще, что касается религиозной составляющей жизни. Ведь священники призваны быть служителями, именно, да, Божьими. Они в любой религии воспринимают себя как проводники, как посредники между Богом и человеком. И Бог, открывающийся нам в священном писании Ветхого и Нового Завета, он другой. Ему не нужны посредники. Он обращается непосредственно к сердцу каждого человека. А священники, даже если это воспринимают как идею, то это скорее как идеальная система. Народ невежда в законе, проклят он. Он не понимает, что ему полезно, что ему хорошо. И только мы можем понять и растолковать. И поэтому, именно из-за того, что народ невежда, вот сейчас он одобряет казнь Христа, а завтра пожалеет невинного страдальца. И поэтому нужно успеть расправиться на этой волне. Успеть расправиться до того, как народ снова передумает. Вчера они ему кричали «Ассанна», сегодня они с нами согласны, а завтра снова будут его жалеть. Нет, нельзя, недопустимо. Нельзя допустить этого. Потому что не может Бог быть таким. То есть они, сложно сказать, узнают ли они его как Бога. Сам евангелист об этом говорит, что когда первосвященник произносит славу «Лучше одному пострадать за народ», то он произносит это не от себя, не потому что он какую-то истину понял. Нет, совсем нет. А потому что он был в тот год первосвященником. И он рассуждал как первосвященник, как человек, который соблюдает интересы своей священнической корпорации. А Христос, он действительно вольно предпринимает страдания, о чем вы сказали вначале, потому что все иудейское судебное право, оно говорит о том, что человеку нужно как следует дать оправдаться. Ну, Христос действительно сам приходит. Он входит в гущу человеческой ненависти, в гущу человеческих ложных представлений о себе самом. Он не пытается переубедить людей. Он говорит им то, что хотел сказать. И принимает все последствия этого на себя. Именно потому, что его цель не понравиться людям, а действительно открыть им истину и открыть им путь к спасению, к жизни. Я еще вот интересное тоже, такое интересное толкование читал на момент изгнания торгующих из храма. Обычно здесь размышления строятся в сторону того, что весь народ превратил служение в храме, ну, таким вот, в такое ритуалистическое какое-то исполнение обряда. Да, с одной стороны. С другой стороны, очень многое там оказалось лишнего того, что, в общем-то, законом было не предписано. Кстати, к вопросу тоже очень интересно, что заповедь, вернее, закон, по которому судят Христа первосвященники, то есть выносит ему смертный приговор, это богохульство. При том, что там каждый второй был богохульником в то время. Вот, и те же менялы были богохульниками по закону, опять же таки, по комментарию Талмуда, вот, Мишны. Вот. И в этом смысле получается такая заповедь достаточно мертвая, закон достаточно мертвый, который специально для Христа достается, то есть за уши притягивается. Ну, или то, что на нашем более понятном языке шьется дело. Да, скорее здесь именно в том, как бы, момент, что вся до того традиция исполнения закона – это попытка обойти закон, найти для себя легитимные способы, обойти то, что неудобно. Вот в субботу нельзя работать, но можно, если ты работаешь одной рукой. В субботу нельзя никуда ходить, кроме как в храм, но можно, если ты идешь не дальше, чем расстояние до храма и так далее. То есть каждый раз оправдание, как бы обойти закон. То же самое с убийством. Есть прямая заповедь «не убей». Да, поэтому придумываются способы, как эту заповедь обойти и казнить. Либо руками чужих людей, либо через побитие камнями, где вроде бы, раз мы не знаем, кто виновник, значит, никто и не убил. И вот так каждый раз. Обходить заповедь. Заповедь Божия. И вот интересное толкование, что на самом деле проблем даже не в этом при изгнании торгующих из храма. Проблема заключается в том, что вот на глазах у первосвященников, которые являлись начальниками храма, именно Иерусалимского храма, где совершается богослужение, Христос приходит и тем, что изгоняет торгующих из храма, переворачивает столы и выпускает там жертвенных животных, он останавливает богослужение. То есть он как тот, которому это служение приносится, он эту службу останавливает, обличает книжников и фарисеев, и следующее, что он, не книжников, прошу прощения, именно первосвященников обличает, да, как те, кто возглавляет священническую корпорацию. И далее, обличив, он выходит из храма, и в этом усматривается некий символизм, что Господь покидает этот храм. И в этом и заключается трагедия для... А потом через некоторое время возвращается и читает две притчи, да, произносит о двух братьях, которые один согласился работать, но не стал, другой не согласился, но пошел и сделал. И, по сути, провокационные, дерзкие, обличительные слова в адрес первосвященников, что блудницы, то есть проститутки войдут первыми в Царствие Божие, чем вы. Вот. И вторая притча о виноградарях, которые убивали одного за другим слугу, а впоследствии решились и на убийство наследника. И фарисеи... Ой, что ж я их все фарисеями... Первосвященники решают, что... Ну, то есть понимают, что речь идет о них, и именно вот в этом трагедии первосвященников и мотив убийства, да, что они видят Бога, которому их служба, первосвященническая служба не нужна. При этом очень хотелось бы, чтобы было как раз иначе. У нас вот совсем мало времени, буквально несколько минут осталось. Мне бы очень хотелось, чтобы мы на народе остановились очень кратко. Каков мотив убийства народа? Почему они... Почему они кричат распни? Ну, здесь, здесь есть два очень печальных момента. Первое то, что человек всегда радуется падению кого-то великого. Когда человек видит великий идеал перед глазами, это всегда сподвигает его к тому, чтобы, а ты почему не таков, да? Тот же, например, жизнеописание святых. Почему это педагогический прием? Потому что человек слышит жизнеописание праведников и думает, ну вот и мученики пострадали, и преподобные, миряне, священнослужители, они все как-то смогли достичь святости. А ты почему не смог? И человек, естественно, на кого смотрит, к тому и приближается. Пример увлекут. Вот. А когда происходит падение кого-то великого, нравственного идеала, в первую очередь, это радость для человека, радость не в хорошем смысле, а скорее... Зло-радость. Да, скорее облегчение от того, что тебе никуда идти не надо, потому что даже вот этот великий идеал достоин смерти, осужден за богохульство, он неправильно учил. И поэтому тебе не нужно никуда двигаться, потому что уже все хорошо. Да. Спасибо большое, отец Денисий. Ну, разговор действительно предполагает больший формат по времени. Мы вас благодарим за сегодняшнюю беседу. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся и вновь и вновь вас оставляем с вопросом, а где в этой истории я? Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова